Всем кротовый привет, друзья! С вами снова Пашка Фриман и снова рубрика «Лучшие бои», которые недавно у меня начали пополняться новыми роликами, и сегодня вы увидите еще одну новинку. Карта у нас «Переправа через Рейн» и шведский танк СТРВ-122, который по сути является копией Леопарда 2А5, только с небольшими изменениями, так как слегка нарастили еще экранами ему крышу башни и немного корпуса, что, конечно же, повлияло положительно на его живучесть. Во всем остальном, по сути, это тот же самый Леопард 2А5, поэтому вдаваться в подробности, какие там характеристики и все такое, я, наверное, не буду, просто скажу, что подвижность у нас замечательная, и вперед, и назад мы едем быстро, углы вертикального наведения отличные, и от холмов можем играть, и вверх орудия поднимать, броня лобовая очень замечательная, живучесть неплохая, орудия со снарядами тоже очень даже хороши. В общем, идеальный набор для максимально активного, агрессивного геймплея, которого, к сожалению, нет на топовых боевых рейтингах, чаще всего вы просто будете отлетать от стоящих на респауне танков противника, либо от самолетов с буллпапами. Ну и, конечно, многие из вас скажут, что на топах играть невозможно, как ты вот нам говоришь, именно вот активно, потому что только так я и пытаюсь играть, но, опять же, ребят, играйте как хотите, я вам просто даю советы, исходя из своего опыта. Мой опыт показывает, что активный геймплей все-таки приносит больше пользы и более эффективен для прокачки, чем просто стоялого на одном месте. В общем, катайтесь, захватывайте точки и все у вас будет хорошо. И в этом бою вы как раз увидите, как этот активный геймплей влияет на результат. Конечно, многие из вас, наверное, уже знают, что я вообще не люблю, практически даже ненавижу боевые рейтинги топовые, потому что, как я и говорил, геймплея тут нет. Все просто стоят на одном месте, ничего не делают, потом прилетают вертолеты или боевиация и разбамбливают всех тех, кто там стоял на месте, а те, кто пытается играть активно, таких, к сожалению, единицы. Буквально 1-2-3 танка на всю карту. И, как бы, конечно, в 3 танка воевать против стоялого из всей команды, ну, практически невозможно, но, тем не менее, иногда получаются такие бои, как этот. И я, собственно, с респауну поехал на точку B, проехал, захватил ее, затем решил проехать через зеленку, благо на ней очень неплохо играется как раз-таки СТРВ за счет своей крепкой башни. У меня, получается, сделают достаточно хорошее количество фрагов, а именно 6 за этот проезд, после чего я думал проехать на точку C и сбросить ее, но у меня это не получается, так как точка B была захвачена противником, который приезжал по правой части карты по длине. А там, к сожалению, наши союзники никого не встретили, поэтому противник проехал просто безнаказанно, спокойно встал на точку и начал ее захватывать. Поэтому мне пришлось возвращаться и отстреливать вражеские танки, чтобы вернуть точку обратно под контроль. К сожалению, мне там не очень повезло, мне выбили двигатель, но все равно при этом я умудрился сделать еще парочку фрагов, стоя на ремонте. Слава богу, сзади на меня никто не выезжал, благо один из наших союзников все-таки проехал на точку C и там уже не давал противнику выехать с респауна и заехать мне в корму, за счет чего я и выжил. Очень важный момент на топах, друзья, это осматриваться по сторонам. Обязательно смотрите, крутите камеры на 360 градусов, смотрите на карту, слушаетесь в звуке. В таком случае вас просто будет тяжело застать врасплох. Вы будете заранее, по сути, знать, откуда может выкатиться противник. Ну и после того, как я разобрался со всеми врагами, мои союзники мне немножко помогли, я снова заехал на точку B и продолжил ее захватывать. И в этом бою, друзья, будет очередная проблема ядерной бомбы. Проблема заключается в том, что, во-первых, ее набить достаточно тяжело само по себе. Напомню, чтобы набить ядерную бомбу, вам необходимо накопить 2500 очков возрождения. И даже если вы это сможете сделать, скорее всего, в полусражении вы можете забыть про то, что у вас 2500 накоплены, вы можете вылететь на самолете. Что, собственно, произошло в этом бою. Я просто был слишком занят войной с другими танками, что просто не обратил внимания на накопленные очки и не знал, что я мог взять ядерку. Мне об этом написали в чатике на стриме. Я увидел, потом решил взять самолет, и тут появляется вторая проблема. Даже если вы возьмете самолет с ядерной бомбой, не факт, что вы успеете просто долететь. Тут должно сложиться несколько факторов. А именно, ваша команда должна сливаться, но не слишком сильно. Противники должны быть живыми, потому что если они все закончатся, то бой закончится быстрее, чем вы долетите. И это работает не на всех боевых режимах. Потому что, например, в данном случае захват трех точек очень быстро заканчиваются очки у противника, если все точки под вашим контролем, что, собственно, у нас и произойдет. И при этом самолет должен еще взлететь, разогнать двигатели, долететь до карты, до которой где-то 14 или 15 километров, и только потом сбросить бомбу. То есть времени нужно очень много на это дело. Поэтому я считаю, что улитки должны немножечко переделать эту механику. То бишь, когда ты берешь самолет с ядерной бомбой, он должен резнуться сразу в воздухе на низкой высоте. Тогда, в принципе, более-менее еще можно будет успеть хотя бы долететь. Хотя бы на последние секунды до карты и сбросить бомбу, чтобы увидеть заветную заставочку. В противном случае шанс выбивания и подрыва бомбы очень маленький, и, опять же, зависит это от многих-многих факторов, на которые вы повлиять, в принципе, и не можете. И, возвращаясь к бою, как вы видите, я уже успел настрелять в районе 10 фраков, сделать 3 захвата. В дальнейшем я сделаю еще и 4 захват, что само по себе достаточно серьезный результат, потому что на топах, ну, не часто такое бывает. Вот на городских картах, в принципе, кстати, довольно неплохо получается реализовывать топовые боевые рейтинги, потому что там не так много позиций, где люди могут засесть и просто оттуда не выезжать. В городских улочках все равно приходится кататься и на захваты, и на отбитие точки, и объехать противника можно очень хорошо, если вам повезет. И команда будет не самая плохая, а будет как-то на себя отвлекать противника и при этом держать точки, не отдавая их. Поэтому я считаю, что топовые боевые рейтинги самое то катать именно на городских картах. Всякие там поля и так далее, это все не так уж интересно, потому что там просто обычное стоялого. Кстати, интересный момент, в этом бою у меня закончился боекомплект, то есть у меня остались там только фугасы, ломики все были отстрелены, что тоже как бы довольно редкое явление в Вартандре, чтобы на топах все прям закончилось под нулину. Ну и как результат, я сделал 4 захвата и 11 фрагов по наземной технике, что является очень хорошим результатом и показывает в очередной раз, что активный геймплей на хорошем танке может приносить свои плоды при определенных условиях. И как раз вот был момент, когда мне в чате написали, ты можешь взять ядерную бомбу, я такой, точно, точно. Потом я левнул с танка, взял самолет, начал разгонять его, вот эта вот долгая-долгая вот эта история, по которой я вам говорил. Раскрутит движки, пока взлетит и долетит до карты, она уже закончится. К сожалению, в этот раз очень был близко этот момент, когда БС бросил в очередной раз ядерную бомбу, но, к сожалению, игра решила, что, пожалуй, не стоит и бой просто закончится. И как итог, друзья, танчик СТРВ-122 сам по себе очень хороший, а ядерные бомбы, я надеюсь, немножечко исправят, чтобы самолеты резались хотя бы уже в воздухе и на какой-то скорости. И тогда ядерки будут немножко чаще взрываться на топовых боевых рейтингах. Ну а если вам бой понравился, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу СТРВ-122 и вообще ядерных бомб, получалось ли у вас их сбросить и так далее, я обязательно почитаю. Также не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, Дискорд, Инстаграм, Телеграм и мой ВАСТ канал, все ссылочки есть в описании. С вами был Крата, а вы Паша Фриман, увидимся с вами на стримах, они у нас проходят почти каждый день. Всем удачи, счастливо и пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok